В принципе, когда я бегу, вокруг меня образуется некая пустота. Можно сказать, что я и бегаю это для того, чтобы оказаться в этой самой пустоте. Хотя она все равно не герметична, не обитают кое-какие мысли вроде вот этой, я время от времени на них натыкаюсь. Что, в общем-то, естественно. Человеческая душа не терпит пустоты, но для этого они достаточно сильны и достаточно последовательны. Впрочем, я подозреваю, что мысли, мысли образа, посещающие меня во время бега, по сути, всего лишь порождение этой самой пустоты, полные по своей природе, не нагруженные особым содержанием. Их можно сравнить с облаками, плывущими по небу, и то и дело меняющими свою форму. А небо всегда одно и то же. Облака лишь мимолетные гости. Они прилетают мимо и исчезают. Не остается только небо. Оно существует, но в то же время не существует. Оно обладает субстанцией, но в то же время и лишено ее. И нам остается лишь недрогнув принять как должный факт существования этой непостижимой необъятности. Мне когда-то было соприкосновение с личностью, когда я лежал на траве, смотрел голубое небо с облаками, и слышал гул самолета. Потом я узнал, что про это писал один древнегреческий поэт. Он точно так же через это чувствовал вечность, но за исключением, что у него не было самолетов. Кто это был? Не помню. Не помню. Потом откопаю какого-то древнегреческого поэта. Нет, который был такой известный, но это легендарный поэт. Возможно, он нереальный. Всех забыл. Греков. Сейчас мне сильно за 50. В молодости я даже представить себе не мог, что когда-нибудь наступит 21 век, и что мне, я не шучу, стукнет 50. Я, конечно, понимал, что если ничего ужасного не произойдет, то теоретически первое и второе вполне вероятно, но попроси меня кто-нибудь вообразить, каким я буду в 50 лет, мне это было бы сделать не проще, чем вообразить загробный мир. Молодой Миг Джаггер.